30 января профсоюз предпринимателей Переднестровья на территории Бендерского рынка запланировал провести собрание с членами профсоюза и индивидуальными предпринимателями, работающими в МУП «Бендеры Рынок Торг», что было согласовано с директором Центрального рынка. Повесткой дня было знакомство с членами профсоюза, обсуждение действующего законодательства в области предпринимательства, а также привлечение в ряды профсоюза. Однако у городской администрации союз предпринимателей разрешения не спросил. В этой связи собрание не состоялось. Буква закона является выше, чем распоряжение главы госадминистрации. Я не пришел к главе госадминистрации домой, чтобы проводить какие-либо мероприятия. Вот это является муниципальным предприятием, которое принадлежит народу, городу в целом, понимаете, а не одному главе госадминистрации. В связи с этим я руководствуюсь законом, который действует на территории Бендерского районного республики. Глава города в письменном виде аргументировал свой запрет на проведение собрания тем, что его не уведомили за 15 дней до мероприятия. Я предлагаю уведомить главу, например, 10-11 февраля и провести себя. То есть глава будет уведомлена за 12-13 дней, то есть проводят. И главы госадминистрации не будут никаких оснований запретить. И он что, даст на площадь нам проводить? Я считаю, что глава госадминистрации в данном случае не соблюдает норму действующего законодательства. Сошлитесь, пожалуйста, на статью закона, которую он нарушает. Я считаю, что мы действуем в рамках действующего законодательства в собраниях. Статья 3, которая гласит, что... Могу цитировать дословно. Если бы мы нарушили бы следующее, мы проводили бы митинг, демонстрацию, манифестацию, шествие, пикетирование, забастовки, голодовки, которые бы проводили в общественные места. Это за пределами предприятий, учреждений, организаций или мест работы. Мы считаем, что мы проводим данное мероприятие на территории МУП, что является предприятием. Пожалуйста, а почему вы не сделали это заранее? Даже профсюду собирается за каких-то, по-моему, не меньше, чем за 5 дней. Дело в том, что мы не проводили запланированное мероприятие. То есть принято было решение, что люди к нам обратились, чтобы провести собрание с людьми. У них возникли некоторые вопросы. Мы пришли узнать их жизнь, как они живут, как они трудятся, какие у них жалобы, чаяния, понимаете? Платят налоги, а целую неделю снег не убирается. Заваленный оптовый базар, заваленный этот базар. И сейчас узнали, что этот человек заботится о предпринимателей, начали вывозить сегодня снег. Понимаете? И поэтому директор 29-го поставил в подпись, а сейчас отказывается. Петр Георгиевич, воздержитесь. Кому эта игра нужна? В следующие действия какие будут? Будем обжаловать. Каким образом? Обратимся в суд. Считаем, что глава госадминистрации города Бендер нарушил действие законодательства. Такое у нас впервые действительно за 9 лет существования нашего профсоюза произошло. Председатель профсоюзов публично попросил прощения за несостоявшееся собрание. Уважаемые коллеги, уважаемые предприниматели, те, кого пригласили сегодня на собрание, и вы пришли, и в собрание не состоялось. Я приношу перед вами извинения за то, что нам, главой госадминистрации, своим распоряжением было запрещено провести данное мероприятие. Считаем, что это было сделано вопреки действию законодательства. Извините еще раз за то, что мы вас ввели в заблуждение. Редакция Днестер ТВ будет следить за развитием событий вокруг бендерского продуктового рынка. Продолжение следует...